Отсюда вывод, что нормальный вид далеко очень, это во-вторых. Еще много каких выводов можно сделать, но в принципе в целом согласны. Да, я понимаю. Также, как пишет Уолл-Стричерн, администрация Байдена рассматривает идею о новых правилах прохода и на леденции военных кораблей в Черном море. Ходя сниться США и других стран надо, под видом военных учений и так бороздят его вдоль и поперек, в опасной близости от российских границ. А иногда даже их нарушают, чего только стоит инцидент с британским дефендером. О маневрах и ракетах Вашингтон, если верить источникам Нью-Йорк Таймс, тоже не забыл. Документы США, направленные в Москву, открывают дверь для переговоров о взаимных ограничениях в отношении ядерных вооружений малой и средней дальности, включая возрождение договора о ракетах средней и меньшей дальности. Также в ответе Вашингтона говорится, что Соединенные Штаты и их союзники готовы обсуждать взаимные правила, чтобы ограничить масштаб и территорию проведения военных учений. Казалось бы, что мешало сделать все это раньше, еще задается вопросом американский журнал National Interest. Там вспомнил мюнхенскую речь Владимира Путина в 2007 году, в которой российский президент подробно говорил об угрозах однополярного мира. Журналисты в США считают, что тогда было первое предупреждение, сейчас финал. Требования Кремля о гарантии безопасности отводя войск НАТО от границ России могут стать последним предупреждением. Соединенные Штаты и их союзники загоняют Россию в угол, и это глубоко неразумно, если цель состоит в том, чтобы избежать войны с хорошо вооруженной передержавой. Как раз о мирном урегулировании на юго-востоке Украины более 8 часов говорили в Париже представители Нормандской четверки. Как заявил, по итогу встречи с советниками пересесть на дворце, пожелавший остаться не названным, в ходе беседы Москва послала хороший сигнал для того, чтобы снизить напряженность. А все стороны, в том числе Украина, договорились о безоговорочном прекращении огня. Борис Иванин, Евгения Земцова, Вести. Что касается содержания ответа, я думаю, оно в самое ближайшее время станет известно широкой общественности, потому что, как нам сказали американские коллеги, хотя они предпочитают, чтобы документ остался для конфиденциального дипломатического диалога, но он согласован со всеми союзниками США и с украинской стороной. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что в самое ближайшее время оно течет. Что касается содержания документа, там есть реакция, которая позволяет рассчитывать на начало серьезного разговора, но по второстепенному вопросу. По главному вопросу в этом документе реакции позитивной нет. А главным вопросом, я напомню, является наша четкая позиция о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на восток и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать территорию Российской Федерации. Эта позиция, она сложилась не на пустом месте. Как вы знаете, вопросы о нерасширении или расширении НАТО, кому как хочется и как нравится давняя история, нам клятвенно в начале 90-х годов, в 90-м году, когда объединялась Германия, когда решались вопросы европейской безопасности, клятвенно обещали не расширять НАТО, не на дюйм восточной реки Одр. И эти заверения, эти факты, они хорошо известны, они изложены во многих мемуарах деятелей и Великобритании, и Соединенных Штатов, и Германии. Однако, вот сейчас, когда эта тема стала уже обсуждаться весьма-весьма остро, нам сначала говорили, что эти заверения были устные. Потом, когда мы показали мемуарную литературу, наши западные партнеры стали ссылаться на то, что это было не совсем серьезно, что их не так поняли. Ну, в общем, совсем не по-взрослому они стали объяснять свою линию на безоглядное расширение этого альянса. Теперь же, когда мы предъявляем не устные обещания, а письменные документы, под которыми подписались лидеры всех стран, входящих в ОПСЕ, включая президентов Соединенных Штатов, я имею в виду Стамбульскую декларацию 1999 года и декларацию Астаны 2010 года, нашим западным партнерам приходится уже выкручиваться из более серьезной ситуации. Что я имею в виду? И в том и в другом документе. В Стамбульском документе и декларации Астаны записано, что мы все привержены принципу неделимости безопасности и обязуемся свято его субъектать. Этот принцип очень четко сформулирован. В нем два главных взаимосвязанных подхода. Первый. Признается право каждого государства свободно выбирать себе военные союзы. И второй. Новый взгляд на чистку зубов. Умная зубная щетка Филипс Сонике чистит правильно. Обязательство каждого государства не укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Иными словами, право выбора союзов четко обусловлено необходимостью учитывать интересы безопасности любого другого государства в БСЕ, в том числе, конечно же, Российской Федерации. Показательно, что сейчас, когда на наши предложения договориться о юридически обязывающих гарантиях в Евроатлантике, реагируют западные коллеги, они всегда призывают выполнять согласованные принципы, касающиеся архитектурой безопасности в Евроатлантике. И тут же говорят, а это означает, что НАТО имеет право расширяться, никто не вправе запретить натовцам рассматривать обращение любой другой страны. Принцип, согласно которому нельзя укреплять свою безопасность за счет безопасности других, сознательно замалчивается. И ни Стамбульская декларация, ни декларация Астаны нашими западными партнерами в дискуссиях о евробезопасности, которая сейчас проходит, не упоминается. Старательно обходится стороной. Мы такое положение принять не можем. Если про 90-й год нам объясняли отсутствие письменных обязательств, не расширять нам, то теперь эти письменные обязательства у нас есть. И подтверждены они были в рангхо БСЕ не единожды, в том числе, повторю еще раз, на высшем уровне. Поэтому мы сейчас будем делать основной упор на разъяснение вот этой лукавой позиции наших западных партнер. Я спрашивал в Женеве, когда мы делали переговоры с Антони Блинкиным, как они могут объяснить свою позицию, согласно которой рассматривают обязательства принятых в рангхо БСЕ, исключительно как минимум из которого они выбирают только то, что вкусно для них, а то, что они обязались делать с точки зрения интересов других, они пытаются просто проигнорировать и заболтать. Поэтому в ближайшее время для того, чтобы... Тони Блинкин, кстати, мне ничего не ответил на этот вопрос, он пожал плечами и все. Но я его предупредил, как я предупредил и в наших других коллегах, что в самое ближайшее время мы направим им официальные запросы с требованием объяснить, почему они выдергивают из своих собственных обязательств только один пункт, а условия соблюдения этого любимого для них пункта они пытаются просто игнорировать. Это будет официальный запрос всем странам, чьи лидеры подписывали в Стамбульскую декларацию, декларацию Астаны, и уж, надеюсь, в этом-то случае не потребуется значительного времени, чтобы объяснить, почему Запад занимает именно такую позицию. Ну а в остальном, как я сказал, мы сейчас изучаем ответ, который получили от американцев, и который, как сам Тони Бринкен заявил, согласован с украинцами и с другими западными странами, и с союзниками США, и одновременно мы получили, как вы знаете, ответ по линии Североатлантического альянса от генерального миссия Столтенберга. Мы эти два документа рассматриваем в комплексе, с учетом того, что они являются реакцией на проекты договора и соглашения, распространенного нами в декабре, и после межведомственного согласования будем докладывать президент, а президент будет принимать решение наших дальнейших шагов. С просьбой оказать помощь республикам Донбасса к руководству страны обратился руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Владимир Васильев. Действия стран НАТО сегодня уже не просто беспокоят, они вызывают реальную тревогу и недоумение. Устраивать истерильный рак СМИ и одновременно накачивать Украину западным летальным оружием – это очень опасно. Мы сегодня понимаем, что то, что сегодня накачивают Украину ракетными комплексами, гранатометы, грудинные боеприпасы, причем там же появляются и инструкторы, которые обучают использование этих систем. Это большая массность. Это подготовка к боевым действиям, не иначе. Боевым действиям против мирного населения, которое там живет. Это нас очень нескольковые, благополучие верных граждан. Военные обстрелы Курганской, Донецкой областей увеличивают. Снова делают люди, страдают, разрушаются их собственность. Истребление людей мы не можем допустить. Поэтому мы долго ждали, пока разумное решение восторжествует в Вашингтоне, но этого не происходит. Поэтому мы слышим только о санкциях и плюс о поступающих вооружениях в зону конфликта. Тот сценарий, который демонстрирует коллективный запад на Украине, напоминает возврат к нацизму, Бандерыч. Мы не можем с этим мириться. Нас очень беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан и соотечественников, проживающих на территории ДНР и ЛНР. В совете Думы, во фракции, в партии мы консультировались по этому вопросу и пришли к пониманию, что не может бросить людей на произвол киевского режима. В связи с этим мы обращаемся к руководству нашей страны оказать помощь Луганской и Донецкой республикам в виде поставок, необходимых для сдерживания агрессии военной правды. Продукции, а также будет принять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан. И снова к одной из главных тем дня. Около получаса назад американский посол приехал в российский мир. Россия ждет от США конструктивного ответа на свои предложения о гарантии безопасности. В противном случае Москва будет вынуждена принять необходимые меры. Об этом глава российского мира Сергей Лавров заявил сегодня на встрече с депутатами Государственной Думы. Россия требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от расширения НАТО на восток, присоединения Украины к Блоку и создания военных баз на постсоветском пространстве. О ключевых направлениях внешней политики, которых успели коснуться в рамках встречи на охотном ряду, в репортаже Евгения Решетева. Правительственный час в Думе, который представляет возможность общения депутатов с министрами, главами федеральных ведомств, проходит в этом году впервые. И то, что открывает этот формат сегодня глава МИД Сергей Лавров, и то, сколько пристальное внимание к этому приковано, говорит о том, насколько напряжена сейчас международная обстановка. Россия ждет письменный ответ от США по гарантиям безопасности. И ответ этот должен прийти в следующие четыре дня. За 18 лет именно столько Сергей Лавров занимает пост главы МИД. Он бывал на охотном ряду многократно. Но сейчас, когда всю систему международных отношений, по выражению министра, лихорадит, эта встреча обретает иное звучание и значение. Москва приоритеты обозначила. Проекты соглашения, которые должны ограничить аппетит НАТО, направлены и в Брюссель, и в Вашингтон. При этом подходы России на международной арене разделяет все больше стран. И все меньше остается тех, кто готов, цитата, «таскать для Вашингтона из огня каштара». Мы видим, что наши западные коллеги находятся без привлечения в каком-то таком военном угаре. Только об этом и говорят. Накажем, вы нападете. Мы накажем, спасем Украину. Мало не покажется. Мы готовы к любому развитию событий. Мы ни на кого не нападали. Всегда нападали на нас. И всегда те, кто это делал, получал по заслугам. При этом США и НАТО, за которыми тянется шлейф постоянных вторжений, пытаются выступить в образе защитника. Раньше защита нужна была в Восточной Европе. И там росли военные базы, теперь Украина. Хотя сама украинская элита, по-моему, уже немножко перепугалась от того, что им Запад чересчур стал запугивать. И Женя Зеленский, и министр иностранных дел, и министр обороны говорят, «Да нет, мы ничего особого не видим. Они на своей территории. Давайте успокоимся». А Запад не хочет, чтобы они успокаивались. Лавров порядка трех часов общался с депутатами. Говорили о мягкой силе Запада, которая научилась жестко сметать правительство, о притеснении российских СМИ за убежом, о клеющей проблеме Донбасса. В эти дни решаются вопросы мира, войны мира. Или мы станем сверхдержавой и одна. Ни Америка, ни Китай, ни НАТО. Или нас будут топтать еще 50 лет, оскорблять. Стрелять будут по Донбассу. Мне говорит, вы решили взрывать Украину. Я говорю, скажите, что у вас за воевы? Скажите, что сейчас была авиация угробили, была агентная техника угробили, были классные, заводы угробили. Что у вас, Чернобыль, который коптит? Запад обвиняет Москву в агрессии. Ярчайший пример которой военные учения, проводимые Россией на собственной территории. При этом Украина накачивается летальным оружием. Агент секс Толтенберг заявляет, что Альянс будет расширяться, несмотря ни на что. Вы знаете, я уже давно никак не рассматриваю его заявление. По-моему, он уже потерял связь с реальностью. Реальность такова, что в мире уже нет единого полюса силы. Россия выстраивает диалог со всеми странами Азии и Африки, государствами Латинской Америки, которые, несмотря на фантомные боли большого соседа, стали самостоятельным центром многополярного мира. Сергей Лавров упомянул Чили, где недавно сменилось правительство, и отдельно Кубу, Никарагуа и Венесуэлу. У нас с ними очень тесное отношение в экономике, в культуре, в образовательной сфере, военной и военно-технической сфере в том числе. И в ходе недавних телефонных разговоров президента Путина со своими коллегами из этих трех близких, очень нам дружеских государств, договорились рассматривать дальнейшие пути углубления нашего стратегического партнерства во всех, без исключения областях. По словам главы МИД, есть все основания полагать, что США сдержит слово и письменный ответ на российские предложения предоставят, но уже заранее просит его никому не показывать. Москва готова пойти навстречу, впрочем, с оговоркой, что общественность в России и в других странах имеет право знать хотя бы суть реакции Вашингтона. Евгений Лешеднев, Александр Терпугов, Денис Безлаковский, Алексей Мащиков. Вести. Судьбоносное решение, которое было бы более уместным в напряженных 70-х. Так сегодня оценили на CNN решение Байдена привести в боевую готовность 8,5 тысяч американских солдат для отправки в Восточную Европу. Сам президент США в консультациях с европейскими партнерами, где главной темой стала Украина и очередные беспрецедентные санкции против России, увидел полное единодушие. Но спустя несколько часов в Старом Свете обнаружились несогласные, а самого Байдена подвел не вовремя включенный микрофон. Из США репортаж Валентина Вагонова. С закрытого сеанса видеосвязи Джо Байдена с европейскими лидерами лишь пара фотографий, которых, впрочем, хватит, чтобы составить общую картину. В окошечках зума, например, как ни старайся, не найдешь Зеленского, то есть Украину, снова обсуждали без Украины. Сами участники подписаны по городам. Это, видимо, чтобы тот, кто находится в окошечке с надписью «Вашингтон» никого не перепутал. С ним такое случается все чаще. У меня была очень хорошая встреча. Полное единодушие со всеми европейскими лидерами. Полное единодушие, по мысли Байдена, должно быть упаковано в пакет беспрецедентных санкций против России в случае вторжения на Украину. Но это взумне, гладко, а в Европе овраги, границы, экономические интересы. Например, крупнейшие ее экономики Германии. Новый немецкий канцлер Шольц. Он как-то совсем без энтузиазма. Насколько едины партнеры понадобятся, на речь идет о жестких санкциях против России. И как оценивают в Белом доме настрой канцлера Германии в этом отношении? Мы уверены, что Германия разделяет наши опасения. Как вы знаете, в Германии сказали, что если Россия вновь вторгнет на Украину, то проекту «Северный поток-2» предстоят большие трудности. Это гипотетическая реальность. А пока что Германия на деле противится поставкам оружия на Украину. Альянс тем временем продолжает наращивать группировку на восточных границах. 8500 американских военных ждут приказа вылетать в Европу, где общая численность группировки Пентагона составляет 64 тысячи. С союзников, конечно, кто сколько может. Здание, григад и 4 истребителя F-16 в Литву. С Испанией истребители в Болгарию, так и с Нидерландов. Аж две штуки. Франции поручили усилить Румынию. Мы рассматриваем дальнейшее усиление нашего присутствия на восточном фланге Альянса. Это может предполагать развертывание там дополнительных боевых групп НАТО. Еще и окопы рыть толком не начали, а первые дезертиры уже обнаружили себя. Президент Хорватии пообещал со гражданам, что в эти игры не играет, и если конфликт перерастет в горячую фазу, то Загреб сразу вернет военных домой. Куда же эта эскалация? Мы не только не будем отправлять военных, но если произойдет эскалация, мы отзовем всех до последнего хорватских военнослужащих. Происходящее не связано ни с Украиной, ни с Россией. Все это связано с динамикой американской внутренней политики. Хорватский президент чувствует настроение. Войну с Россией избирателю не продашь. Догадываться об этом, похоже, начинает и Борис Джонсон, который пребывает на грани отставки. После антироссийских выпадов последних дней он сообщил, что вообще-то за дипломатию и собирается переговорить с Владимиром Путиным. То же самое хочет сделать Эммануэль Макрон. К тому же французскому президенту, видимо, не очень-то нравится, что американцы отодвинули его от подготовки ответа на российские предложения по безопасности. Своим партнером президент республики заявил о важности того, чтобы Европейский Союз мог в полной мере участвовать в подготовке ответа на российские предложения, выдвинутые в декабре прошлого года. Что же касается самого ответа, то готов он должен быть в ближайшее время, в письменном виде. Так и требовала Россия. Как ни посмотри, обслуживание кредитной карты Тинькофф Платинум теперь бесплатно. Раз и навсегда. Успей оформить Тинькофф Платинум до 8 февраля. Ну, да, да, ну вот видишь. Я не всегда могу себя, ну, полноценно контролировать. Я говорю себе, что на самом деле его нет. Я же вижу, что он есть. Я вообще не помню, какой ты был, милый. Хватит! Простите, я не вам. У меня из головы выпал отрезок времени, примерно два года длиной. Когда отдашься? Ну, как я могу отдать, если я не помню ничего? Что-то вообще все играю, но никого не псих. Вы не волнуйтесь, я 100% псих. Клин, я не буду ни себя. На ТНТ. Я ожидаю, что мы представим наш документ российской стороне на этой неделе. Насколько мне известно, в НАТО поступят так же. Мы будем ждать реакции России. При этом США и НАТО, по данным агентства Bloomberg, которое ссылается на некого чиновника Евросоюза, в их ответе попытаются сами перейти в дипломатическое наступление. Как ожидается, ответ не будет представлять из себя детального обсуждения выдвинутых требований, сообщает источник. В документе будут указаны сферы, в которых, по мнению западных союзников, они могут высказаться по факторам, беспокоящим Россию. Кроме того, будут указаны действия России, которые вызывают обеспокоенность в Европе. То есть ничего еще не ясно, но информационный фон уже начали...